Добрый день, моя фамилия Зеленский, Юрий Викторович, заведующий отделом археологических фондов Краснодарского историко-археологического музея имени Евгения Дмитриевича Фелицина. Мы с вами находимся на выставке «Возвращенные шедевры». На этой выставке представлены предметы, которые были переданы в музей сотрудниками ФСБ. Они, сотрудники ФСБ, отобрали эти вещи у грабителей, изъяли их у грабителей и передали к нам в музей. За несколько лет более 8 тысяч археологических предметов, изъятых у грабителей, были переданы в Краснодарский историко-археологический музей. Сейчас я расскажу о нескольких предметах из этой коллекции. Дело в том, что очень часто грабители, найдя какой-нибудь археологический предмет, пытаются реставрировать его. Иногда это объясняется тем, что предмет плохо сохранился, и они пытаются сделать его более прочным. Но чаще всего они стараются улучшить предмет со своей точки зрения, придать ему более товарный вид для того, чтобы продать его за более дорогую цену. Поэтому они часто украшают его драгоценными камнями, иногда сочетают несколько предметов. Вот, допустим, на этой витрине присутствует шлем, который вообще был составлен из четырех разных фрагментов. То есть он не так был найден грабителем, а они нашли фрагменты четырех разных шлемов и соединили их между собой. А иногда они совершенно непонятные производят операции. Вот здесь, на этой же выставке присутствуют несколько мечей и сабель, которые дополнены были грабителями. И в результате этого к средневековым мечам железным крепятся, крепились деревянные рукояти из современного дерева. Деревние топоры насаживались грабителями на деревянные рукояти из современного дерева. Это вызывает удивление, потому что, по идее, коллекционер опытный понимает, что это предмет, сделанный уже в более позднее время. И может засомневаться даже в древности этого предмета. Но, тем не менее, такие операции с вещами производятся. Иногда они пытаются очистить предметы, не имея на это никакой специальной подготовки. И из-за этого предмет может быть загублен. И уже реставраторам в музее с большим трудом удастся восстановить его первоначальный облик. Так делать категорически нельзя. Начнем с того, что они вообще не занимаются незаконными раскопками и нарушают законы. Ну и кроме того, они еще варварски переделывают этот предмет, добавляя в него новые детали. Вот здесь, например, на мече Акинаки, который представлен на этой витрине, грабители искусственно доделали так называемое ребро жесткости, чего на этих мечах в то время не было. И в результате могут возникнуть нездоровые сенсации. Неопытные исследователи могут сделать далеко идущие выводы. Еще раз следует повторить, что ни в коем случае нельзя производить такие операции. Это должны делать специально обученные реставраторы, которые применяют технологии, проверенные временем. Ну вот, об этом хотелось бы сегодня рассказать. Выставка будет работать еще достаточно долгое время. Ждем вас на этой выставке. Ну а в дальнейшем мы расскажем о других предметах, находящихся на ней. Благодарю за внимание.